всем привет это видео будет о расхламлении личных вещей на работе такого вы еще не видели и если вам интересно оставайтесь со мной я сразу же начну свои тут вещички вам демонстрировать первое что я вам покажу это будет вот такая вот ерунда все мы знаем да что такое то есть вы здесь вы закладываются бумажки бумажки хранятся это прям так почему-то всем это очень нравится непонятно почему честно признался эту вещицу подарили члену моей семьи достаточное время уже назад и дома она мне просто мешала о чем я хочу сказать о том что я эту обалденную полочку для бумаги расхламила в пользу работы и она мне прекрасно стоит на работе тут складывается какой-то мусор конечно же бумажный но что делать что делать то есть я же любитель расхламляться с пользой и вот расхламилась в пользу работы вот такой вот ерундой наверное да в работе она как-то пригодится но конечно же захламлять свое пространство дома вот такой вот штукой я конечно же бы не хотела далее у меня на работе покажу вот есть вот такая вот кружечка всем известная наверно кружка куплена лет наверное 15 назад какие то есть вы сами можете понять да что когда еще были популярны и такие вот кружки как бы ее поставить чтобы она не очень тут мне высвечивала рабочий кабинет вот когда они еще были популярны вот из такого вот именно темного стекла посуда вот так что ли поднять нет так стоит из темного стекла это всем нравилось по мне видно каких-то разводов от воды соков заварки и прочего то есть да и у меня тоже эта кружка появилась конечно же и вот на работе она мне служит уже как говорится не первую пятилетку поэтому пришло время ее расхламить она прекрасном состоянии конечно же я ее расхламляю с пользой для отвезу ее в огород затем а что я вам хочу показать это вот такая вот коробочка как вы знаете у меня эти коробочки натыканы просто везде вот такая вот коробочка для ватных палочек здесь должны были быть ватные палочки естественно они уже закончились 100 лет назад и осталась как говорится только коробка и уже покупаются в таких вот маленьких пакетиках ватные палочки вот вы можете здесь увидеть остатки да и и собственно прям в этом же пакетике они убираются в коробочку но коробочка до сих пор стоит и не знаю чего она ждет надеюсь вот дожидалась как раз нужного для себя события и будет выброшена на помойку затем это жестяная коробочка здесь был чай очень вкусный чай очень так он интересно раскрывается и аромат и вкус все вкусно в этом чая вот коробка пустая коробки я не храню как вы знаете коробочка тоже покидает мое рабочее пространство так есть еще у меня такая вот жестяная коробочка все вы понимаете да что это за коробочки она была в качестве подарка с товаром значит преподнесена для чего нам не на работе живет не знаю расхламляем затем у меня есть вот такая вот губка для обуви и уже тоже несколько лет расхламляем девушку не буду ее открывать показывать как она выглядит внутри я думаю что и вам это хорошо известно что там с ней стало далее вот такая вот упаковочка от овсяной каши это был мой сегодняшний обед расхламляем я уж ее так оставила чтобы вам немножечко показать затем зонт очень нужная вещь на работе но он уже здесь уже но смотрите какой он страшненький старенький здесь уже все у него спицы вылезли но не все это наверное частично где-то две-три спицы вылезла у него то есть я решила что зонт расхламляем затем у меня есть такая вот вазочка а знаете это из такого мусора который не заметен да то есть подарили допустим вазу или вы принесли вазу и это вот такой не очевидный как бы мусор и вот допустим у вас это ваза стоит на работе и кажется что она уместно так стоит и на столе она простояла там 3 года 5 лет 10 лет ну и так вроде как с общим пространством все это сливаются думаешь ну пусть она и стоит эта вазочка а зачем непонятно то есть в такую вазу в принципе здесь сантиметров наверное 10 какие цветы тут сюда поставишь вообще поставишь ли когда-то ну и правило наверное нет стоит от нее уже избавиться она внутри я вам специально не показываю изнутри она внутри уже такая вся покрылась известковым таким налетом и очень неприятно и чтобы она стояла у меня тут на работе и из видели посетители наверное тоже не стоит а у вас купится масса личных вещей на работе причем вижу вот так вот не несешь их специально из дома например да ну вот что я например принесла на работу это сменная обувь и что в итоге мы имеем на выходе 4 пары обуви у меня будут стоят на работе конечно же обувь я тоже с вами сегодня расхламлю но немножечко в другом формате то есть на стол понятно в обуви не полезу и какие-то вещи конечно же покупаются в беденное время седают на работе как например вот вот такие вот губка для обуви там липкий ролик вот еще я вам покажу например вот липкий ролик да вот для чего мне на работе принципе абсолютно бестолковая такая вот эта вот вещь ужасный ролик мне он очень нравится он неудобно вот здесь вот отрывается отрывается не один лист а там по несколько два по три мне понравился мне этот ролик он еще здесь и сломался у меня в общем расхламляю я его и так дальше у меня есть вот такой вот йод я считаю что йод в карандаше должен быть тема показывает что на основе это у вас не двоится даже вот по срокам он разный но он уже в общем и срок вышел и он здесь уже какой-то непонятный стал в общем в общем он очень непонятно уже стал поэтому я выбрасываю затем вот такой вот рожок для обуви я как бы вообще практически не пользуюсь никогда рожками для обуви поэтому я вот уже выбрасываю затем у меня есть вот такая вот баночка из-под кремом чисто и непитание увлажнение в общем крем закончился уже достаточно давно банка лежит потому что это как бы неочевелим мусор я считаю затем у меня вот здесь вот такие фильтры пакеты от ромашки были иногда я их использовала то есть все закончили фильтры пакеты и собственно расхламляется затем иметь какая-то такая вот салфеточка для обуви нетронутая расхламляется затем у меня есть вот такие вот такая вот зубная нить здесь еще какое-то часть этой нити есть но мне вот конкретно это нить не понравилось и я решила что она должна быть расхламлена затем холм халит лежит на работе вот такой пластырь уже не знаю сколько времени наверное где-то срок должен быть ой слушать он даже до 2018 год то есть четырнадцатого года он вот у меня лежит на работе 50 сантиметров его было мне вообще смотрите осталось 15 он приклеивается просто намертво кожей чтобы ее потом отбирать еще нужно там я не знаю каким-то средствами просто поработать очень ужасно наконец-то я его избавляюсь он мне так не нравился всегда и он у меня лежал столько времени так потом у меня на работе есть такой вот спрей квикс тоже вам всем известен я вам не буду показывать рассказывать как-то рекламировать он просто закончился иногда когда сильно жарят батареи то конечно же нужно немножко увлажнять в общем выбрасываю затем у меня смотрите есть какой раритет билетик счастливый билетик вот я вот уже располагаю потом меняется такая вот штучка от медальончик а медальончик у меня по моему еще где-то висит а штучку я располагаю здесь даже висит смотрите вам покажу и даже есть вот такая вот но что это за символ что за тарисман ничего нужен и всякая я не любитель таких вещей вам честно признаюсь медальончик но пока вот эту вот упаковку которую меня пролежала на работе тоже не совру вам если скажу что лет наверное 5 так дальше вот такая вот штучка это штемпельная подушка мы тут делали кое-какие как говорится штампы на подарки на все известные праздники и вот это вот штемпельная подушка она у меня просто уже вон смотрите высохла и ну смысл ее был нести там обратно домой все так потому что я уже знала что я буду снимать рукодельное расхламление затем я был на мастер-классе по шоколадоварению и зачем-то притащила вот два какао буба на работу зачем они не нужны не знаю их уже все потрогали понюхали и я решила их расхламить затем вот такой вот зеркальце на смотрите то есть с этой стороны даже же видно насколько она покоцанная я не люблю такие вот всякие битые вещи поэтому я вы тоже расхламляю затем вот такая вот помада она закончилась я уже принесла на работу такую вот новую как вы видите их покупали 40 рублей вот бальзан для губ с ароматом ванили посмотрите если вам интересно что здесь пишут про него вот эта помада закончилась я это выбрасываю а эту новую начну так что я еще вам не показала у меня же еще есть прекрасная такая вещица сейчас вам покажу вот смотрите вот смотрите это называется провод шнур для зарядки там телефона и прочей какой-то техники вот с одной стороны и с другой стороны вот весь вот такой шарахнет ли меня когда-нибудь током из-за него или нет и я не знаю но больше рисковать не хочется он у меня тоже расхламляется еще у меня есть такой раритет это может быть даже кто-то вспомнит вот такая вот косметичка она таких вот пластиковых кнопках она выглядит как закрывается в принципе неплохая косметичка обычная какая-то она есть из чего из клеенки до для работы в принципе самое то но все не хочу не хочу эту косметичку уже на работе вот это вот весь мусор собственно здесь и скапливается не нужно это абсолютно косметичку также расхламляем так чтобы видно было я здесь положу так что еще и наверное у меня остались только только обувь это наверное все что я для вас собрала осталось только обувь новых и немножко передислоцируясь на на пол буду уже показывать вам с полом и давайте почитаем сколько здесь вещей я набрала из своих своих личных вещей на работе которые никому вообще не нужны и так раз два кружка три вазочка четыре зеркала пять шнур шесть йод семь йод восемь гиги ничка девять пласты 10 зубная нить 11 билетик 12 от амулета 13 штемпельная подушка 14 складной ролик 15 какао-бобы 16 жестяная коробка 17 жестяная коробка 18 губка для обуви 19 и 20 салфетка 21 коробка из-под ромашки 22 ватные палки 23 банк от ватных палок 24 косметичка 25 крем кремушек закончен 26 рожок для обуви 27 зонтик и 28 это вот очаровательная коробка для бумаг вот такой вот у нас с получился квест расхламиться за обед это еще не все я вам еще покажу свою сменку на работу которую я принесла нашу есть понятно только одну пару то есть некоторую обувь мы с вами сейчас расхламим и так встречаемся уже на полу